всем доброго вечера ну вот еще один день прошел четверг сегодня ровно неделя как началась как говорится начался обвал лиры что же произошло за это время за неделю но о том что лира упала вы все знаете а что вообще горбит я лично на рынке особо такого не видел мясо чуть-чуть подорожала немного о бензин стало почти 10 литр но это конечно меньше чем доллар но я хочу еще раз повториться что когда я сюда приехал бензин стоит это было 2040 год бензин стоил два с половиной доллара сейчас меньше доллара но все равно это стало ощутимым я сегодня специально заправку заехал его заправщика спросила мало заправляющихся сегодня людей но народ живет нормально и вот в агентство в том числе моей фирме где работаю я тоже занимается именно оформленным земельных участков там строительство тоже у нас идет вот кстати все услуги делается и в на же манеже все все вот это вплоть до гражданства по инвестициям основном и по топу тоже сопровождение делает вот специалист там сидит что хочу сказать ну пока тишина вот по продажам квартир тишина по продажам по покупкам квартир домов пока тишина вот народ ждет какого-то какого-то это где же когда будет последняя точка вот сейчас с этой точке уже начать это самое как бы но пока она то до 12 доходит 12 с лишним то 11 копейкам вниз опускается в шумот тогда за ночь меняется даже два-три раза сегодня был визитом в турции наследний принц абудаб это дубаев и он объявил об инвестициях турцию 10 миллиардов долларов это конечно хорошие это но для иностранцев для иностранцев конечно это даже хорошо стало потому что если лира такая доллар высоко самое для иностранцев конечно хорошо но на иностранцев не живут а государство народ это самое вот но народе тоже тишина это самое так что здесь вот понимаете здесь нет такого вот чтобы государство народ свой не оставляет конечно будут какие-то там изменения в ценах но я не думаю что они будут такими же смертельными таким же смертельными я не думаю что они будут ну вот сегодня шеф говорит что все ждут когда как он устаканится да вот это дело вот но упаднического настроения не видел вообще только такой народ понимаете вот у них нет такой панического какого-то этого я вот среди моих друзей знакомого паническая спокойно нормально да она все хлеб есть все нормально есть дети здорово все нормально в этом плане то ну да конечно это как-то цены это будут подниматься но это не смертельно лишь бы здоровье не подорвать вот но как сказали что это все во благо вот экономики может быть это и так я вообще в эти дела как говорится от политики не лезвие туда для внутреннего продукта валу продукта вот мне кажется для инвестиций это самое хорошее время потому что лира вот такая это что было два с чем-то сейчас стало 12 то есть за один доллар можно много чего купить вот много чего можно купить и для того чтобы те которые на закупку приезжает для оптовых закупщиков которые из россии например из других этих мне кажется выгодно что хочу есть раньше за один доллар можно было читать сам вот так вот сейчас можно за этот доллар три раза больше купить то же самое но чуть-чуть повыше с ценами конечно ну а теперь по поводу изменения вот статуса канала своего да я указал все платные все услуги все все вы понимаете я не хотел этого сначала делать потом когда мне послали ссылку на канал одного нашего соотечественника где там было указано спокойно это не только у него у многих так даже не успевает открывать уже ставят свои как говорится банковские счета помогите там туда-сюда вот а я вот за это восемь лет скольким людям своим консультациям советом помог если бы это был денежный вариант перевести я должен сейчас ездить на мерседесе и жить какой-нибудь хороший вилле знаете а у нас говорят у бесплатной курицы дешевый суп понимаете дешевый суп невкусный вот когда я первый мой друг из москвы позвонил поболтали с ним он говорят я когда прочитал вот сейчас где она начал тебя уважать вот русский мужик я тебя стал году уважать уже потому что ты говорил хватит уже год вот это вот это написал пускать если звонят пусть платят говорит хватит уже понимаете потому вот звонят да некоторые вот даже им говорить то что вот на самом деле есть да начинается с тобой спорить или ну зачем тогда ты мне позвонил вообще или позвонила вот или же ты даешь столько консультации столько нервы тратишь звонит и даже ночи звонит а приезжает делает по-своему потом звонит уже а у меня вот так уже я-то те чем могу тебе помочь я-то объяснял как есть все как или спрашивают про какого-то риэлтора которую не существует не существует как блогер то есть да блогере блогер сейчас каждый второй блогер сейчас любой может блогером стать вот ну риэлторов таких я не знаю я потому что потом хожу узнаю а у них все данные нет такого риэлтора нет где такой риэлтор чтобы начинать спорить потом показываешь объясняешь что надо чтобы быть риэлтором это это целое это понимаете легче академиком стать честно говоря вот а каждый называется называет себя я риэлтор я тогда фельдмаршал нафиг или маршал советского союза чем не надо верить что ли поэтому звонит пусть платит вот так вот это намного лучше чем вот просто тебе вот как бы с тобой я же говорю звонит еще с тобой спорит или звонит от тебя не один раз а несколько раз от тебя нужные консультации получает бесплатно хотя пришел бы спасибо сказал бы нет не спасибо не дадешься ничего поэтому как этом уральских пельменей я смотрю там еврейский мальчик говорит нет уж год не лучше дайте деньгами не надо мне ваши как это самое вот так же лучше понимаете и вот это блогеры вы мне отправили я посмотрел действительно да за звонок десять тысяч там это еще там столько-то а мне просто так даже звонит как бесплатный как бы это приложение для этого есть play market и бесплатное приложение где какие-то звонить туда может там ответит в этом я и сделал и не жилею звонит сначала оплата а потом разговор вот теперь по оформлению бунж тоже сегодня звонили я объясняю я говорю только гражданам россии и евросоюза евросоюза сейчас такие условия по аренде жилья только на год дается а потом уже не выдается и человек должен выезжать через год заезжать другие страны снг также о теперь только по течение года этот человек должен определиться покупать квартиру или нет если один год прожили второй год уже бит это в ножи должен быть изменить должен быть туристическую же не будет по учебу можно по выношу можно или по другим параметрам или семейные или что такое но вот такие вот условия сейчас понимаете при оформлении первичного в ножи сейчас тоже наверно будет всегда она сумма чуть побольше чем последующие вот это однозначно вот теперь звонят по поводу получения гражданства потопу она также осталась пять лет но также по замужеству тоже три года ничего не изменилось но то что это не значит что если там указано три года а там указано пять лет потопу это на что вы именно пять лет прошли вы сразу вам пришли и паспорт на руки дали такого нет вот через пять лет вы получаете справки документы про и ходите все проверки а потом собеседование все того проходит около семи семи стеснями а то и больше у меня лично прошло семь лет и три месяца поэтому легкого хлеба здесь нету теперь по конкуренции среди деловых людей среди деловых людей самих турков который работает на законах а здесь как таковой конкуренции особо не существует я вам показывал уже вот одно кафе рядом стоит второй стоит третий стоит друг другом стоит в одном кофе полно народу другом тоже самый ассортимент никого нет это не идет его там это самое вот здесь очень спокойно к этому относится здоровая конкуренция называется а среди наших которые нелегально работают да среди них все поделено все поделено вплоть я не побоюсь этого слова вплоть до того что у человека личное счастье есть хорошее и и это и на это тоже зависть такое понимаете друг друга готовы друг друга сожрать понимаете если один человек копейку заработал если узнает на него это как же так хотя сами-то нелегально работают понимает у кого-то какого-то дяди нелегально понимаете без оформления без всяких вот поэтому вот нездоровая конкуренция там здоровая конкуренция для законопослушных граждан турции у них нет такого чтобы друг другу там сделать это пакост какую-то это чтобы как же то бизнес отнят или отжать или чего-то такого у них нету это только у наших понимаете у меня про личное я сказал у меня они хороший друг хороший комментарий писал женщина рожей на очень порядочно хорошей же комментарии я говорю пожалуйста не пиши мне хороший комментарий какой-нибудь я говорю тебя найдут найдут я говорю и нашу тебя гор всякой гадости писать а потом а тебя я говорю мне ношу она не поверил так и случилось вот нас вот такой вот мы 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 такие понимаете нас изменить никак невозможно поэтому конкуренция вот такая среди наших нездоровые друг друга поддержки нету или как говорят коллег по цеху вот этот человек занимает давай друг другу поможем давай отца мы поможем вот так друг другу это мне такого нет такого нету лишь бы друг другу вот так вот это ногти делать надо его нафиг сдать или это давай на него от руки в социальных сетях на него гнать фургу на это бедолагу женщину или мужика разницы нету такого среди турецких граждан нету среди турков самих такой нездоровый вот такой нету они спокойно работают пусть даже мало зарабатывают но они не идут отнимать отжимать бизнес нанимать кого-нибудь как у нас у нас мы жили как у нас же почерк какой а рядом другой кафе хорошо надо отжать его нанять братков там это самое или через административный какой-то ресурс подключить тут такого нет тут другой мир понимаете тут совсем другой мир вот здесь спокойно умеренная жизнь а вот эти вот да сам я же говорю сидят в этих сайтах и фейсбуке в инстаграмме каких только это не сидят вот и не дай бог не дай бог увидят конкурента который чтобы что-то там предложил должен каждому охота что-то заработать деньги какие-то нет понимаете поэтому гадить этого человека начнут всякое это ставит подножечки вот поэтому это наше такое у нас лицо такое у нас лицо злым и понимаете злые мы злые а злость это хорошим никогда не приведет никогда вот ну а народ турции очень хороший умный умный народ гуманный народ толерантный народ не побоюсь этого слова честное слово я вижу да и могу это точно сказать здесь согласятся да есть некоторые индивидуумы говорят же стада без хромовой овцы не бывает но большинство очень хорошие люди очень хорошие люди ну вот день неделя прошла без всяких там этих штурмом не берут магазины штурмом ничего не покупает вот как говорится так я лично посмотрел ценовом бойцам а сто один ходил бим ходил на рынок ходил сегодня трех местах был то вроде ничего не почувствовал может быть так где-то есть какой-то вылечить рыбокам балок купил 40 килограмм я его брал и помните большие то же самое брал дверь три недели назад по той же цене рыбаки продают скумбрия было двадцать пять лет килограмм свежая скумбрия вот вот этот лосось вот этот был ой да у фасана я спросил 70 лет был килограмм вот этот самон вот этот красный вот это 70 лет был килограмм она и стоила 70 и даже месяц назад так было и два месяца так назад было вот так вот всех вам благ пока доброго вечера